Библейский портал экзегет.ру представляет Тогда, конечно, в Ветхом Завете это торжество праведности, справедливости понимается в том числе и как наказание нечестивцев, как такое кровавое достаточно действие. И 50-я глава в основном об этом. Ну, нам бы хотелось как-то более мирно и тихо, но вот в Ветхом Завете все это есть, деваться некуда. Тем не менее, она начинается с достаточно такого радостного утверждения, хотя и требовательного. Так говорит Господь. Где же то разводное письмо, с которым я отослал вашу мать? Или кому из кредиторов моих я отдал вас в уплату? Нет, за провинности ваши вы проданы, за ваши проступки она отослана. Что это такое? Ну, разводное письмо, процедура развода в Ветхом Завете. Муж дает жене разводное письмо, то есть свидетельство того, что она свободна. Может заново замуж выходить, если захочет. И сможет. И тоже торговля людьми была вполне нормальной. Рабство существовало. Значит, за долги можно было кого-то продать в рабство. Или своего раба отдать в качестве такой компенсации по какому-то долгу. И Господь говорит, что я с вашей матерью развелся? Или я вас отдал как рабов кому-то другому? То есть и в том, и в другом случае человек, господин или муж разрывает отношения с другим человеком, рабом или женой. И Господь говорит, что я разорвал отношения, и вы мне теперь чужие, как разведенная жена, как проданный раб. Нет, вы проданы или она отослана, но за ваши провинности. Это наказание было. Это не прекращение отношений. Это как вот бойкоту иногда подвергают детей. На самом деле очень жестокое наказание, хотя кажется вроде бы вполне миролюбивым. Вот. Но нечто подобное. То есть наши отношения пострадали, но они не разрушены. Они не прекратились. И даже здесь с такой обидой, как будто Господь говорит, если слово обиды применимо к Богу. Ну, иначе это назовем, я не знаю как. Почему? Я приходил, но никого не заставал. Я звал, но никто не отвечал. Короткие ли у меня руки, чтобы вас спасти? Не хватит ли силы вас избавить? То есть, да, я вас наказал, но вы не захотели помириться. Вы не обратились ко мне за помощью после того, как попали в эту беду. Что, я не могу разве вас избавить от нее? И дальше очень грозный текст. Господь говорит о своих действиях в этом мире. Сначала по отношению к неживой природе, потом к живой и, наконец, к людям. Гневным словом я иссушую море, реки обращаю в пустыню. Без воды гниет нех рыба, погибнув от жажды. Я мраком покрываю небеса, трауром облекаю их. И вдруг Господь, владыка, дал мне умелый язык, чтобы словом я поддержал изнуренного. Каждое утро он меня пробуждает. Пробуждает по утрам мой слух, чтобы я внимал как ученик. Кто это такой? Ну, вот тянется и тянется эта загадка. Кто такой он или отрок, или слуга Господень, о котором постоянно здесь говорится, который одновременно народ Израиля и какой-то пророк, и некто больше пророка, а местами даже царь Кир, который побеждает Вавилонин. И вот здесь тоже, здесь больше похоже на пророка, дал умелый язык, чтобы я поддержал изнуренного. Вот в этой ситуации вы не обращаетесь к Богу, а я все-таки вас как-то поддержу, я все-таки вам что-то важное скажу. И вот это он через меня говорит, да. Пророк как будто не то, что перебивает Бога, наверное, это прозвучало бы очень грубо, но вот уже не очень отделяет своих слов от слов Бога. Его личность присутствует в этом всем как что-то вот очень важное, да. Он не просто почтальон Печкин, который письмо от Бога принес и ушел, да. Что в этом письме? Он как какой-то вот посланник, причем посланник очень-очень личный, да, вот очень-очень близкий, да, к тому, кто его послал. Он передает его слова и от себя добавляет. Вот аяты в этом всем кто? То есть слово Божье совсем не такая почетная и приятная вещь, как кажется. Вот за нее приходится пострадать. И этот самый он, слуга, отрок, это одновременно страдающий слуга, тот, кто несет Божье слово и которого за это бьют. Ну а что же мы хотели? В конце концов, сколько неприятных вещей он сказал израильтянам, вместо того, чтобы рассказывать им, какие они замечательные, как у них все будет хорошо и какие все кругом вокруг гады, что их не оценили. Нет, он начинает с того, какие гады сами израильтяне, а точнее сказать, как они не слушаются Бога, как они его отвергают, и что все, что с ними происходит, это наказание за их вину, а вовсе не козни каких-то там тайных или явных врагов. Конечно, за такое и по спине, и за бороду. И плевки, и оскорбления. Но я не останусь в унижении, говорит пророк. А может и тот, кто вроде пророк, но больше. Близок тот, кто вступится за меня, кто тогда противостанет мне? У кого жалоба на меня, пусть ко мне подойдет. На помощь мне, владыка Господь, кто тогда осудит меня? Все они подобные одежды, ветхой, молью побитой. Кто из вас боится Господа, что слушается его раба? Кто ходит во мраке без света, тот к имени Господа да прибегнет, да уповает на Бога своего. То есть, слушаетесь раба, значит, боитесь Господа. И наоборот, того, кто несет вам весть. А если таскаете за бороду и бьете по спине, и плюете на него, ну, значит, вы Господа оскорбляете. И, в общем, хорошим для вас-то не кончится, предупреждает он. Вы, кто разжигает пламя, готовит огненные стрелы, ступайте в разожженный вами огонь, в пламя от ваших же стрел. Естественно, стрелы могли поджигать, к ним привязывали какую-нибудь там паклю, и пропитывали ее там маслом, смолой, поджигали, чтобы стрела, если она вонзится во что-нибудь деревянное, попадет во что-то горючее, она подожгла. Ну, и понятно, что когда огонь разожжен, начинается пожар, то уже очень трудно, вот как и сегодня на Ближнем Востоке, кстати, там посылают какие-то огненные такие там ракеты или поджигают другими способами. Но когда начинается пожар, его уже не затушишь, и он может пожать и того, кто его зажег. И это вам от меня мучительно будет ваша смерть. Вот как не хочется читать такие строки. Ну, Ветхий Завет, да, но смотрите, это вам от меня. Идите в огонь, который вы же разожгли. Ну, человек баловался с огнем, поджег, все, все загорелось, он сгорел. Это ему от Бога. Не то, что Бог его наказал мучительной смертью за такое безобразное поведение, а он сам все разжег, а Господь, ну, скажем так, не воспрепятствовал. Вот, если хотите, механика того, как человек получает наказание за свои грехи. И пророк при этом человек, который просто людям это объявляет. Интересно, что здесь нет уже такого явного деления. Вавилоне не язычники, израильтяне единобожники. Это уже как бы про человечество вообще. Хотя, конечно, прежде всего про израильтян, потому что начинается с этого разводного письма, то есть вот с тех отношений, которые у Бога с Израилем выстроены. Ну, а в 51 главе пойдет уже речь более подробно про тот самый последний суд, на котором будет побеждена правда, а нечестие будет наказано и довольно сурово.